Палку поставили и все Наставку ставить, не закрывать А не могу включить на это Да нет, нет Здесь Ключник, так сказать Твой геноставник Ой, убери бедно Сейчас буду запоедать Сейчас, пожалуйста Все вот так уже сделано Все Лег не так много будет Собираться, а? Да Как бы лучше убрать А может быть камеру так загнуть Убрать Сейчас на топчем Через Один Сколько Естественно Всем Спасибо. 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 Есть, нет? Есть. Где? Давайте маску растите. Спички где? Нажигалка. Нажигалка нет. Нет, не нажигалка не надо, мне нажигалку надо. Спички есть у кого, нет? Нет. Нажигали пищу, где? Почему забили? С пищками не так. У нас больной как-то забивали. Нет. Смотри. Здесь надо нужно уйти. Здесь нам нужно уйти. Вот так. Мы сейчас так делаем. Воскресенье Тихо-тихо-тихо-тихо Воскресенье Мама Интепручный Социально sacred И у нас тут Свечка Комп Cameron У�на Югор Свеча Божьей милости буди ко мне. Благословен Бог наш всегда, ныне приислий, во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Бессмертный, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веково, аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як Он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як уже мы и оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом. Яко Твое, Царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веково, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Открывай колонию. Гороб сойти не может, ему надо. Ибо ты странал, Господь, упалание мое, Всевышнего избрал ты прибережим твоим, не допустится до тебя зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедят за тебе, охраняя тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоею. На аспида Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, в долготой дни насыщу его и влюблю спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и принц на его веки веку, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господу помочь. Господи, молимся. Господи, даруй им на пользу все Твои блага, ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение с обезначально Твоим отцем и с Пресвятым Благим и Своящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Главы Ваши, Господи, преклоните. Главы Ваши, Господи. Господи, жить, огради Твоим страхом, и не спасли им с высоты Твоего жилища, свое благословение сохрани их невредимыми от всех врагов, а также благослови и умножь все блага в этом доме. Ибо Твоей власти миловать и спасать нас, и мы высылаем Тебе слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. В имя Отца и Сына и Святого Духа. В имя Отца и Сына и Святого Духа. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Боже наш, и мы высылаем Тебе славу с Отцем и Святым Духом ныне присно и во веки веков. Боже наш, и мы высылаем Тебе слава Отцу и Сына и Святого Духа. Боже наш, и мы высылаем Тебе слава Отцу и Святого Духа. Боже наш, и мы высылаем Тебе слава Отцу и Святого Духа. сейчас помазать а вы там стихи Благослови Всего представляется, помните во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Евангелие-то есть? В этом доме есть. Не взял Евангелие. Премудрость просит, услышим Святаго Евангелие. Мир всем, и Духове Твоем, и послуки Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во время Иоанна вошел Иисус в Ирюхон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник Митареи, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же Стаб сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, вас дам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, сын Абрама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Слава тебе, Господи, Слава тебе! Милости суть буду петь Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить непорочности моего, сердце посреди дому моего. Не положу пред очами моими вещи непотребное, дело преступное, я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего извиню, гордого очами надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Помилуй нас, Боже, повелица милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И на всех желающих благочестиво жить в нем и послал им своей милостивного ангела, соблюдающего и сохраняющего их от всякого зла и наставляющего. К деланию всех добродетелей, к исполнению святых христовых заповедей. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся, чтобы сохранил их Господь от голода, истребления, землетрясения, потопа, огня, меча, нашествия, на племенников и всякой смертоносной болезни. Даровал им здравия, долгоденствия и изобилия во всем. Возовем к нему, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся за все братья и за вся христиан. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышен и Боже, спасителю нашу погони всех концепт земли, стучих моря до лень, и милостив, милостив и милостив буди, влады, как и всех наших, и помилуй нас. Милостив будь человека, любит Бог, если тебе славу, мы ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веку. 28 псалома, так сейчас дойдем до колодца, еще осветим, потом отпуск сделаем многолетие. В славу имени Его поклонитесь Господу в благолепном святилище Его, глаз Господень над водами, Бог слава Бог гремел, Господь над водами многими, глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские, и заставляйте скакать подобно кельцу, ливан и сирион, подобно молодому единорогу, глаз Господа высекает пламень огня, Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кады, глаз Господа разрешает от бремени лань и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе, Господь восседал над потопом, будет восседать Господь царем воверь, Господь над силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Господу помолимся, Создатели Творец, всего вначале сотворивший небо и землю и воды, над которыми носился Дух Божий, Ты своим словом собрал под небесные воды, в одно вместилище послал, источники долины провел между горами воды, напаяющие всех полевых зверей, Ты при Моисее в пустыне посредством дерева сделал горькие воды сладкими, Ты растек камень и стащил из него воду и напоил ее свой жаждущий народ, Ты, пророке Алисея, посредством соли сделал вредную воду здоровой, Поэтому мы смиренно молимся Тебе, Ты и ныне, как милосердный человеколюбивый, милостяно прими молитву нас, недостойных Твоих рабов, и не спошли Твое небесное благословение и на воду сию, находящуюся в этом колодце, и Твоей божественной силой всемогущей рукой удали от нее всякую вражескую силу и действие дьявола, уничтожь в ней всякую горечь, соленость и вредоносность, и сделал ее приятной и здоровой, благословив, освятив ее и всем, берущим ее, пьющим и моющимся ею дару и здравия, избавления от всякой страсти и немощи и исцеления от всякой болезни, для славы Тебя одного Бога, прославляемого в Троице, ибо Ты Бог всех благословляющий, освящаясь и Тебе славу высылаем, Отцу Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Благословляется, освящается колодец, и находящаяся в нем вода, благодатью Сына и Святого Духа, аминь. Благословляется, освящается этот колодец, и находящаяся в нем вода, благодатью Сына и Святого Духа, аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Глава Сына и Святого Духа, и на erreichen. Слава Тебе, Святого Духа и Ныне, признавая Духа, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преподобный Богоносный, Отец Наших и всех святых, помилуй и спасет нас всех облак и человека любви. Господи, подашь мирное житие, здравие и во всем благое поспешение, рабом Твоим, Татьяне, иже с ней, хотящим жить и в доме всем, и всем, где предстоящим и молящимся, и сохранив на многое летом. Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Ну, все. Живите счастливо в любви и мире. Благодаря Господу. Многое лето Многое лето Многое лето Поправите свято Свободно. Я, свое день, дома. Пошел. Пошел, пошел. Пошел, пешел, пешел. Да, шашка Покажите, я оставил, это не знаю, он не неshire. Всё. Пошел. Пошел, пойдем. Боже милости, будь не грешен Женщины с той стороны становятся Ему рукава надо Боже милостью, будь не грешен Создав мне, Господи, помилуй меня Бесчиславец огрешил, Господи, проси мне грешен Ну крестись рукой-то, покажи ему как Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Еще и не слушается, ну-ка Он совсем не крестится? Ну почему крестится? Ну пускай перекрестит за стол Иначе за стол не сядешь Покажи, как ты крестишь Ну молись, молись давай Ну как я тебе показывала? Тут правила для всех одинаковые Старый, молодой Ну значит за стол не садится, все Так, платочки у всех Платочки, чтобы были у всех Мама, мама Все, мы не заставляем никого Безбожников заслужится Так, подавайте Порядок для всех одинаково Аксений не стал молиться, за стол не садится Даже не мылься, бесполезное дело Стой там Ну, мы никого не уговариваем Он отказывается, он укрямится Это в лагеря отдавать надо У него будет дисциплина Внимание Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас Аминь Аминь Мне никогда не надо ничего спрашивать Когда мы в Барновле обедаем Ведемина Степановна, все подаст в окна Давайте я десять раз оборачиваюсь и не знаю С мясом, не с мясом Да без мяса, зачем? Какое мясо? Я тебе отдельно сварю Я говорю, на мясе вареное или нет? Нет Это для тебя Для вас нет Она сиреной вам сделана На варках мясной На против тебя сидит новый человек Расскажи, как застал Сок у тебя есть, еще что? Помолился, скажи О, подожди-ка, подожди Подожди, упадет, упадет Так, подожди За стол молиться будешь? Да Давай, молись Тогда сядешь за стол Перехрестись хотя раз Давай Ну-ка Как за стол молиться? Это лагерь православный Давай Поворачивай Арсен Молись Молись Молись, тогда за стол сядешь Перехрестись На он сидит Перехрестись Ну-ка, баба возьми Сколько я молюсь? Два Два Он дома никогда не молился за стол? Вот, видите, вот молится Да, в храме, как бы мы это Ну, от обвина в чашке Чашка опротивит на себя Ну, хватит за нее Вытащить за стола его Да мне это не надо Так, он не должен сесть за столом Пока не перекрестится Перехрестись Перехрестись Еще раз, еще раз Перехрестись Я же его не заставляю Поэтому за стол не лезь А тут я распоряжаюсь Все вытащится Это моя скамейка Скамейка моя, стол мой, чашка моя Правила мои Или молишься, или не молишься Не молишься, сиди на той скамейке Вон там, там можно сидеть Давай, молись Как молиться? Тут уж там, понимаете? Нет, надо помолиться Он сейчас орать начнет Я знаю, он лодкой берет Давай, так, смотри У меня был такой, Яша Как там, он даже не думает Арсений, будешь еще за стола? Нет, молиться Сначала молиться Так, больше к салу не подходи Наши драть буду крапивой Давай молиться Ты же молился, сейчас только там крестился Отче наш Сущий на небесах Имя Твое, это при царстве Ну не знаешь так Православный лагерь Он понимает прекрасно все Давай, помолись Молись, если хочешь Возьми его За стол здесь Лагерь вы не будете И дома не давайте Пока не будет молиться Это самый сильный рычаг Вот смотри Про них чего говорить Вот матушка сидит 50 лет Учу за столом как есть Чашка стоит Возьми кусочек хлеба Почерпни Вот так Никаких саду Чушка Это Василий Великий сказал Я один раз услышал Один раз 50 лет назад Я тысячи людей научил И сам больше ни разу не ткнулся А у батюшки за столом сидят все Так она орет Он брякнул ей пал, будто она сразу отшатнется на 3 метра Чего ты с ней чихаешься-то Она не уважает законы божественные Василий Великий Один из самых великих отцов Сказал Всякое животное Пища К пище наклоняется Ну корова ест Собака так ест Лошадь точно так же И только человек подносит пищу А как? А посмотри Фильм Герасимов Психий дом Сидят на попосе Там человек 10 Ну что Чтобы у всех Отдельные тарелки Этого никто не знал У нас в семье было 10 ребятишек Одна чашка И каждый На кусочек Никакал Это вообще невозможно Ну молись Давай еще раз Перекрестился или нет? Нет Нет Один раз Любой цыганенок Может Поворачивай Да вот она У меня Так Чтобы он не мешал Уведи его подальше Там Потренируй Потом приведете Причем это не на сегодня Только Он себя решает Попутно хочу сказать Я припусть У меня была Бабушка одна Фоменко Она сейчас И Антон Будлаков Булдаков Антон такой Толстый И к нему приехал дядя Вот на него похожий На Данила Здоровый Крепкий Ну за стол Садимся У нас правила Какие? Руки должны быть Закрыты до кистей И мы даем Каждому кителя Запасные Ну ты приехал Безрукавки Ну ты не знал Правила Ну надень А что я должен Надевать? Ну где-то лет Тридцать Ему с лишним Ну наше Это правило Наш дресс-код Такой Ну и носите А я не хочу За стол За стол Ты не сядешь Вот такие вот Ребята стоят Ну-ка выйди Выйди Состав Он туда сел Мы уже доедаем Оттуда Ну ладно Давай костюм Сейчас все будет Под замок Спрятано Это его не учили В детстве У ребенка Воля Права Это все придумали Мостон Сатана придумал У ребенка Никаких прав Нету И никогда не было У него одно Только право Подчиняться родителям Аминь Воля У него воли нет Тут волю воспитывать надо Что тут непонятно-то И вот этот Который Дядя ему Ну наша Фоминка Которая В церкви Валентина Ильинична Он ее сын Собрался Ехать в Чечню В Чечню Не надо ехать Опасно Уехал Ну примерно Я сейчас Не знаю сколько Ну где-то Года 23 Уже нету 23 года Где-то пашет Свиней кормит Живой ли Она ходила Тогда был Губернатор Суриков Чтобы хлопотали Кого Когда ни одного Среда нет Он сел и поехал Здесь еще Можно шутить Через забор Там уже Шутки кончились А все Закладывали здесь Нам говорили В Чечню не ездят Ладно На меня говорят В интернете Вам все равно уже Но этих-то Молодых-то Не берите Их там запрягут И их там Обрежут И уши И низ И они будут Там пахать Ни один Чеченец Нам Плохо Не отнесся Верующие Они стараются Нам помочь Чеченцы Злодеи Чеченцы Мусульмане Там изверги Опровергай Эти слова Мы молимся И к нам Отношение Не то что Хуже А лучше Может быть К чем К своим Которые там Рядом Они подходят Они спрашивают Откуда Навеличают Поклонятся Если верят Что мы молимся Мы под их Гарантом Уже находимся Они нас никогда В обиду не дадут Мы три раза В Чечне были Да не просто так А с грузом Христианской литературы В Центральной Национальной Библиотеке В Дагестане И везде Снимки Все сняты Увидели там Комната для намаза И мы Директора спросили Она закрыта Комната для молитвы Можно зайти По молитвам Говорит Уже дал звонок Комнату открыли Мы зашли Разулись У них разулись Надо И все засняли Витя заснял все И мы там молились Директор Мы сказали Можно сфотографировать Он вышел Пожалуйста Это все у нас В интернете стоит Я опровергаю Я опровергаю Слова Которые Говорили нам Люди Не ездят Прочее Они там Такие Не такие Они Потому что Мы Как относимся К какому делу Так и к нам Относятся Притом Вот Сомнете Такие Люди Известные Как Серафим Саровский Его спрашивают Ну почему Ты вот смог Так все Сделать А мы не можем Решимости не хватает Кажется Это не его слова То совсем Он был Сказал Миленькие мои Радость моя Христос воскресе Он решительно Трудил Решимости не хватает Эти слова Мог Наполеон сказать А в этом Вся суть Я в армии Считаю Фауста Гёте И он говорит Эссенциум Фермишна шпайса Ешьте Несмешанную пищу Мне этого Достаточно Было Чтобы сейчас Уже 55 лет Я в рот не беру Смешанную пищу Вот мне подают Отдельно Помидор Отдельно Огурцы Я не знал Я знал Сказал умный человек И надо прислушаться А есть в Библии написано Есть Но только не так А Библию я не знал Эссенциум Фермишна шпайса Я прочитал На немецком языке Читал И я понял Речь идет обо мне Стой Помидор Фермишна шпайса Ну у меня там еще обедают Я просите взяла И больше И больше Вот эти вот Которые Глушков любят Там такие Дают Как творожец Такие белые Что-то там есть Ну батюшки Бывает Готовят Сестры Что-то там белое Белое такое Мишанинь Нет Это все Молосы Там На сливках Все это Богатые Такое Пока Я не пробовал Скажи Ну ты знаешь Когда тебе не хватает Ты еще добавку Это у нас там В общем Такое Готовят Какое-то Видно Там какие-то Цвета Разные Даже Есть Огромное Огромное Блюдо Такое Я никогда Не покушаю Почему Я это понял Больше не ем Однажды Я прочитал В газете За рубежом Так Не надо Чашку Вытащить У нее Несчистый Сейчас будет В каше Это делают Люди Которые не думают Ее мыть Не надо Это делать Соберут По отдельности Они решат В Израиле В любом ресторане В каждом ресторане Два окошка Молочная Милк И здесь мясо Маюсь Пожалуйста Бери то или другое Можешь котлеты Заказывать Шашлыки За раз Ни один человек Не получил еще Я говорю А почему А в Библии Сказано Я говорю Подожди Не говори Я сам вспомню Где Нигде нет такого Они говорят Есть Вы просто не знаете Толкование Интересно А где А написано Не вари козленка В молоке матери Это как будто Кто-то специально Подоил козу А козленка Ее Убил И теперь На молоке На этом Мясо делает Как у нас Пельмени Это специально Кто-то не сделает Так До свидания Отсюда Не запускать За стул Я говорю Что А это означает Не то Что готовить нельзя А есть нельзя Одновременно Молочное Ты не знаешь Что там Нет Не знаю Это может быть Козленок А молоко А может быть Козлиное молоко То есть Вы гипотетически Допускаете Что может быть Нарушение Ну Из миллионной доли Может быть Один Достаточно Чтобы весь Драйль Был под клятвы Под проклятием Вот это я понимаю Соблюдение закона Что подобного Не случилось Вели В Израиле Законом И ни один человек Не положит Утром бери молочное Бери Или наоборот Но за раз Чтобы ты ел Этого не будет Я это говорю Не просто так Я к вам говорю Утробистая Сегодня Я не заметил А так бы я сказал Мясное было И ты сметану положила Где она Люба Кто сметану положил Люба где Запомни это Если мясное подавало Тем людям Молочного нету Поняла Если нам У них мясное Все остро подавали Все остро подавали Я запомнила Вот запомни это Или отдельно молочное Пускай едят там с рыбой Сегодня Володя Кто-то сказал Говорит Устинова Ирина Сказала Мы Не пойдем к вам на обед У нас молочное Вот это я понимаю А осталось Что сегодня Десятое Одиннадцатая Двенадцатая Тринадцатого Среда А четырнадцатого Пост То есть еще два дня Кроме сегодняшнего Волосного Дальше начинается Пост Пост называют Успенский Придуманный Искусственный Он никакого отношения Не имеет Не имеет христианства А успение Божья Матерь Успнула Она вот Умерла Ну и что В Библии Говорится День смерти Лучший Дня рождения Тогда сделайте Пост На Рождество Иисуса Христа На Рождество Божьей Матери День смерти Лучший Дня рождения А что вы придумали Пост Это монахи Да строгие Это как бы Девять недель Поста Это как бы Оторванная Две недели То есть Такую Галиматью гонят Но Я православный И у меня вопросы Я объясняю Но снятые Я должен соблюдать Строго Нерастительного масла До девятнадцатого Пока рыбу не разрешат На преображение Ты тактику мою понял? То есть Я объясняю Мотивация очень простая Это делали монахи Они не знали Как до людей добраться И поэтому решили Через желудок Сегодня есть Завтра не есть И люди как-то Хоть маленько Головой шатали За пищей Да не все Может процентов 5 Но Я православный Я подписался Этим словом Под всем Все посты мои Молитвы мои Богослужения Я никакой реформы Нигде не делаю Я не реформатор Это провод Проводам чтобы нельзя Смотри за ним Очень внимательно Сейчас я съем Вот так На бабушку На друга ли тебе хватит На малыш Он все эти Ни два проживать не ест Он тяжелый Как кирпич Ну-ка подойди Я пощупаю У тебя на жевать Я сколько сала Ничего себе наел А где ты так наел Где он сколько сала наел Нам как кормить Ну такой толстозадый Значит работать надо с ним Если хочешь чтобы у тебя был кормильцем твоим Помощником А давай в детский лагерь там С матерью вместе Потому что 7 лет он у нас Несовершеннолетний считает А вот это вот Вот Ваня сидит справа Ваня какой год ты здесь Пятый 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 нет уже считаю Ад был Обмотал Еще раз надо кого-то высмеять А тот обиделся Родилось зло И он убил его Это переходной момент только От пустословия Рождается смех Смех порождает ненависть Ты надо мной смеялась И тут два Армянина На встречу Азербайджанец В газете пишут Что они говорили О нем говорили или нет Но И не понравилось Он вообще узнал Где он живет Пришел и зарезал Вот здесь нанимают Ну Нанимают Кого надо Где Катя-то Я не вижу никого Куда они делись Они кушают Кушают на кухне Кушают Слушай Это в Алтайском крае Ну она одна женщина Живет Дочка у нее И она нанялась Азербайджанца Он у нее там Что-то штукатурит Делает Я не знаю подробностей Газете не было Ну факт тот Что девчонка пришла Потом выяснили С подружками Ее девчонка-то Ну видимо Она его как-то оскорбила Ну как Ну Ну как обычно-то Они говорят-то Может быть он Не понравился И чем-то И она перед ними Шиканула Там пидор Назвала Или как-то Этого было достаточно Чтобы он Поразвел над ней Суд Приговор И привел в исполнение Мать пришла домой А где Аня Нету А этот Артен Где Тоже нету Поискала Ничего Вышел на снег Смотрит Что-то валяется Она подошла Она не поняла Что взяла в руки А потом как закричала Это грудь ее отрезанную Он разбросал по снегу А ее в сараю Убил Зарезал И скрылся Но Быстро хватились И уже на вокзале В Новосибирске задержали Милиция работает Неплохо Особенно Барнаульская Я с одной темы На другую перехожу Я тебе поясняю Пустословие Не пустословие При пустословии Не именовать греха Написано Не именовать греха Я думала Что пустословие Это не только Даже вообще Я так не думала Что Вот именно Насмешка Я думала Пустословие Это говорить О чем попало Вот поэтому Пустословие Пустословие Означает Ничего там Ценного нет Пустота Это осуждение Другого О чем сидят бабки Которые Перед ходом Подъезда А они обсуждают А это с этим А этот бригадир К ней приходит Ночует Ох она И баба Стервозная Такая А она Там все Это слышит И она Подходит К ней И чего Ты трепишься Да я Ничего Я сказал Она За уши При всем народе Это Ее мать А я знаю Он каждую ночь Приходит Она не может Удержать Она всю жизнь Судила А больше Не о чем Говорить У меня стихотворение Шесть бабок Сидят и Толкуют Видите Он поет ее Всю жизнь Прокуролесали Кражей и абортами А теперь И умные стали Воробей пролетит Уже соблазнились Не пустословь Отговори О Боге О вечности Понятно Обед Это место Для научения Вот Сидят люди И пустословят За столом Смеются Кощунствуют И мы считаем Житие святого Нифонта Он стоит Смотрит Нищие Которых угощает Три нищих И вдруг Он видит Три светлых Юноша Им прислуживают Подносят И он до того Удивился Бедные сидят Богатые Прислуживают Он говорит Господи А что это такое И Господь Открыл глаза Что это Ангелы Прислуживают Человеку Когда он Ест с молитвой И благодарением А когда Творит Кощуны Рядом Демоны Они Всевают Туда Всякое Зло И болезнь Ты И не было, что без молитвы кто-то сел за стол. Были дети неправославные, сектантов, они руки вот так сложат. Пожалуйста, так молись. Но вы православные. И благо, да благо. Игнатий Иванович, Господь говорил в Евангелии, что за каждое праздное слово человек даст отчет. По втолкованию блаженного филакта говорит, что праздное слово – это слова, которые не ведут к действительной христианской жизни. То есть к действию по христианству, это в заповеди Господне, то есть к исполнению. Все они с детьми не знают, что делать. Беспризорность. И вот нашелся человек в Украине, там Евгений показывает. Он своих, имеет сколько-то, трое что ли, они прям такие небольшие. И он давал этих бродяжек усыновлять. Двоих, троих, пятерых, и наконец 30 человек там. Сейчас набрал команду, и по стране решили вокруг света объехать на велосипедах. И показывает, как они едут. Там человек 30 на велосипедах, проехали Украину, доехали до Владивостока, всю Россию проехали. Теперь им надо переплыть, пройти Канаду, Америку, там все Южную и прочее. Ну и он рассказывает о себе. Я был когда-то православный, сам бритый, здоровый, крепкий мужик. Просто видно, что он здоровый. И к священнику подошел, в кулаке у меня зажатый крестик был. Священник посмотрел и говорит, это не православный, тут нога за ногу у Христа. Надо, чтобы ноги были в росте. Ты пойди и купи там где-то. Я понял, что священник этот не такой. Теперь он у протестантов. Я священнослужитель с 25 лет, он священнослужитель, набрал ребятишек. И где проезжают в городе, без призора, собирают таких людей, и другие начинают детей принимать. И вот меня спрашивают, к примеру, ты хочешь знать, ну вот он дело такое большое делает. А его назвали, толкни бог, она опять, даже тут умудряется спать, сядь прямо. Отклонись. Пять минут уже уснуло. Это сатана глаза замазывает. И про него пишут. К секторам набрал ребятишек, а теперь мучает их на велосипеде. И он дальше объясняет. И диктор, который берет у него интервью, это все в интернете стоит, и она задает вопросы. А вопросы-то по делу-то она не может задать ни одного вопроса. А как принимают? Как бы ни принимали, они едят чужое. Это первое. Он их ничему не научил. Когда считаем протоколы селомских мудрецов, там написано, масоны говорят, развратим народ модами, краситься проще, и спортом. Посмотрите, сколько президенты говорят о спорте, олимпийские игры. Это речь идет не о миллионах, а о миллиардах. О миллиардах, которые вкладывают в строительство и прочее. А нужно это, сделают лучше, нет. У нас были здесь старственные приезжали, они работать нисколько не хотят. Ему надо где-то толкануться, удариться, и в тенёщик сесть, теперь он ждет, там в ладошки похлопают. Он не может работать. Апостол Павел не учил ездить на велосипеде. Он учил шить палатки, если только учил. Пётр мог научиться анам, как ловить рыбу, чтобы хоть какая-то рыба была. Конечно, правильно изготовлена на огне, а не такая, которая после варенья в воде еще плавает. На огне написано, когда он воскрес, и костер разложен, и рыба на нем. Рыба должна быть не сырая, не мокрая. И что этот человек делает? Евгений, кажется, звать его. А то же, что Конюхов. Фёдор Конюхов вокруг кругосветного путешествия, на отдельном там плоту, он взял, теперь его священником. А чем он отличается? Этот назывался священнослужитель этот. Тот медузы кормит вокруг света. Он ничего не создал, он никого не научил, и живет за чужой счет. Вот. А что нужно было делать? У каждого свой путь. Что делать? Это Бог знает. Но я знаю, что людей надо учить специальностям, хорошим специальностям. Он мог взять их на стройку. Ну, на стройку это третье место. На первом месте в деревню поехать. И про такого я считал. Он определенный участок взял, завел коров, там освобождаются беспризорники, работают, молоко, сливки продают. Они кормят людей, они работают. Они, бывает, которые сорвется, наркоман ушел. Ну, это его путь. А вот один у него больше сто раз сбегал, он принимал. Да какой же ты учитель-то сто раз сбегал? Какая же дисциплина? Вот в Америке, допустим, так, они все дают подписку. Если он убежал, все, назад уже приема нет. Как? Это я определил себя, твое место не здесь. Он других развращает. И вот этот парень, который больше сто раз сбегал, когда узнал, что мы на велосипедах собираемся, кругосветное путешествие, он прибежал, и там, дядя Женя, возьмите меня с собой. А они там вершины какие-то покоряли, на горы восходили. То есть он их занял. Занял. На что толку-то? Ураган! Ураган! Ну-ка, стань! Серж, подними его, надо, чтобы стал он. Покажи. Стоять! Вот молодец! Вот это ураган, с которым мы ездили. Чемпион России. Я отвлекаюсь как будто. Но, когда дома нет, он постоянно крутится вокруг хвоста. То в эту сторону только пыль салбом стоит. И отучить он его. Он чемпион России. Воспитал его чемпионом России. А от этого ему не отвадить. Если он хоть, я ему скажу, ничем не занимайся. Даю тебе полгода. И полгода учи его не крутиться за хвостом. Ему не отучить его. Это невозможно. А так, собачий доктор, он нагрузил там на него тяжелое. Он идет в этот момент, да. Но отошел, он опять то же самое будет делать. А что? Говорят, операцию, что-то там отрезают. Ничего не поможет. Ничего не помогает. Скажи, ты можешь отучить его не крутиться? Могу. Почему не отучил? Не считаю, это необходимо. Они все одинаково отвечают. Хочешь бросить? Я наркоман. Я могу бросить. А чего ж ты не бросил? Ну просто не хочу. Мне это не надо. Ты куришь, кулю. А это все время будешь. То ты можешь не делать это. Могу. А что делаешь? Я не считаю, что это какой-то грех. Они все одинаково отвечают это. Не может. Могу, но не хочу. Еще раз повторяю. Я не считаю... Ты не хочешь время тратить. Потому что знаешь, что это бесполезно. Не обманывай сам себя. Да это не бесполезно. Отвущи. Я тебе заплачу за каждый день. Вот так этот наркоман, дети, которых он повезет, они ничему не намучаются. Они паразитируют за чужой счет. Велосипеды это не их. А в дороге машины ломаются, мотоциклы. А уж про велосипеды говорить не надо. Следом едет машина, и новые велосипеды им дают и дают. Между ними кто ближе. За скорость, за все. Гордость, непрерывная ссора идут. Он обманывает людей. Я занимался с детьми преступниками малолетними не один год. И я знаю. А возможно ли учить? Невозможно. Единицы. Единицы, и то, если пойти легким путем. По-настоящему занимаются, чтобы дети были послушны. По-настоящему. Первый период. Это фильм «Форпост». «Форпост». Это где-то в Молдавии, на границе с Румынией. Фильм такой «Форпост». Он лет уже 5, наверное, занимает первое место среди фильмов. Монахи там собрались. Монастырь. Тоже принимают маленьких ребятишек. Они только первоначальные шаги делают. Я нахожусь в лагере. А в лагере-то женщины бывают. И бывают беременные. Они рожают и детей бросают. И чтобы не бросали, а охранницы, у которых нет детей. Почему? Она аборт и делала, теперь зачать не может. И она берет, та пишет, отказывается от материнства. Ребятишки хорошие. Нормальные. Учат-то хорошо. Как 16 лет, как сатана вселяется. Бежит из дома, все тащит, приводит дурных товарищей. Это мне говорят охранницы. Их, допустим, немного, там 8 человек. Я говорю, как, все 100% одинаковые. Это внутри заложено. А тебе Бог дал дитя, чтобы ты вытряхнул из него это. Сделал его человеком. Чтобы по одному движению глаза твоего он выполнял команду. А тут он ни мать, ни кого не слушается. Усвоил? А ты подумай теперь, почему он такой. Вот у нас баба Серафима, она говорит, дело не в детях, а дело в материнских грудях. У родителей. Понял? Как она кормила его? Какая между вами была жизнь? Как он был зачат? По благословению или под пьяную руку? Вот тут теперь все и определяй. А в ребенке это все заложено. Бывает так, родители умерли, а ребенок остался. Вот это хорошие дети. Я у одной жил на квартире, ее дочка такая. И они его взяли. Не могут нарадоваться никто. Кончил с отличием. Сделался хирургом глазным. Да к нему другим глазникам 10 раз меньше, чем к нему. Такой у него бихот, такая ласка, такой профессионализм. Но сибирский... А то у Литы Григоровича, я жил на квартире, про него рассказываю. Вот так. Сейчас мы выйдем, у нас время еще есть. Мы начали говорить о пище, пищу я и закончу. Человек должен есть так, чтобы, выходя из-за стола, еще хотел есть. Это означает наелся. Наелся. А если наелся... Ой, наелся. Это означает переел. А если когда уходит, что-то лишний сел, это означает отравился. Вообще не нравится? А это, я говорю, не для одного, только человека. По порядку для всех. Какой рост? Рост? Высота роста какая у тебя? Метр восемьдесят. Сколько? Метр восемьдесят. Вес? Не взвешивался. Ну, примерно сто двадцать. Да нет. Меньше? Ну, сто десять. Ну да. Да? Ну, где-то так. Тридцать пять килограмм лишнего. Умрешь на тридцать лет раньше срока. Тебе это надо? Сколько раз говорил? А скажи, сколько нужно, чтобы вот это снять? Я отвечу. Две недели. У меня Редкин сидел Владимир Прокопьевич в одной камере. Ну, это то, чего еще? У него пояс не отрывается. Вот у него подушка вот такая. Рассказывает, как гуляли замдиректора. Скажи-то, в рот не берет ничего. Неделя, вторая. У него поползло, все стягивает. Ничего нету. Ничего нету. Так он вот так вот чашечку одному выманули. И он берет, когда в кормушку-то смотрят, он свою чашку раз, а у стола вторая полочка. А эту пустую чашку берет, склоняется, ест, а в глазок смотрят двери. Когда они отошли, тогда вот эту чашку вытаскивают в туалет. Прости, господи, пускай рыбки едят. Я гляжу, уже вторая неделя. Володя, ты хоть маленько-то. Отец Игнатий, не могу. Ужас какой. Что мы делали-то? Едем, шашлык есть. Бараны зарежем, а второй на привязи стоит. А дети-то у меня дочери, они злые-злые. Они дерутся между собой. Я сказал, у нас ребенок брал малину, а один заметил, его говорит, а он не берет малину-то. А он ест ее. А надо набрать по кружке. Я говорю, не трожь, я взял, подкрался. А он малину-то берет, малининку в рот. Святые, Боже, святые, крепкие. Я обратно отпускал, он берет малину. Только она невидимая малина. Он берет очень хорошо. Я ему взял и рассказал. Так он целый день плакал. Вот так полотенце у него через плечо перекинуто. А сам ходит, а скамейки-то прикованные возле стола-то, не попа. Как петух по жердочке. Отец Игнатий, дети-то и пели, святые, Боже. А мои-то, как звереныши, полотенце натираются. Ему не надо много говорить. Я рассказал, святые, Боже, он целый день ходит, потоком слезы текут. И ничего в нем не осталось. Он для меня переписывал мои стихотворения и молитвы. Так вот здесь вот, вот такой пузырь-мозоль от ручки. Отец Игнатий, производственная травма у меня. Пузырь от ручки, я первый раз видел. И его рукой написано, тетради у меня сохранились. Ему большой срок. Я говорю, ты вот что сделай. Вызови прокурора и скажи, что все, что ты говорил, лгал. Так если я правду скажу, ты верующий, говори правду. Или ничего не говори. Он вызвал следователя, начал всю правду говорить. Мне говорят, ему дали условно три года. Он сказал, первую аппаратуру, которую я отвез, была у начальника КГБ у генерала. И он начал, как выдавать-то всех. А вторая, говорит, я увез, говорит, к первому секретарю крайкома партии. Мне сказали, я отвез. Аппаратура дорогая. Проверили все правду. А кого брать-то? Ну, не того, кто отвозил-то, а кто заказывал, директора завода. Все. Бог хранит своих. А дети, сатаны, это лживые дети. Добейся, чтобы ребенок никогда не лгал и не посягал на это. Ты в лагере был у меня? Да. Один год? Да. Не сбежал с лагеря? Нет. А что-нибудь в память, сколько тебе лет тогда было? 2000-й год. Нет, 14. 14. Ну, что-нибудь с того времени помнишь, как же был здесь? Помню. Что тебе не понравилось? Рано вставать. Ну, по совести. Не бойся меня. Да я не боюсь. Ну, все, ты просил. Не, ну, поначалу как? Сначала было как-то. Ну, рано вставать. Не сдавай, что-то. Да, там, работы как бы. А потом все привычно, как бы. Все на свое место. Это один из них. Я уж не говорю про маму. Это вообще. Ну-ка. Он потом просился. Он просился. И он, когда у нас было такое, что он любил выпить, он так просился. Мне бы сейчас к отцу Игнатию он бы меня быстро исправил. Это все бы забыл. Он плакал слезами. Это баба. Баба там все глушила с дедой. Да это я сама виновата в то время была. Вы-ка знаете, что перед нами человек сидит? Нет. Не знаете. Человек, которого Христос нашел. У меня такая книга из-за слова Божия нет вуз. Видел? Да. Вот. Там ее фамилия, ее имя указывается. А она была против меня лжесвидетелем. Там найдешь. Лензина, Татьяна, так, Владимировна. Ей 16, что ли, лет было. А родители натолкали это в башку-то. Она говорила. Потом она при всем народе попросила прощения. И все это у нас заснято. Она не боялась. А сегодня боятся подаппарата. Боятся. Почему? Потому что грех. А она не боится. В это время шла съемка. Она подошла. Заплакала. Мне на плечо упала. Поцеловала. Прости меня. Я что делала? А теперь, а теперь новое поселение с Потеряевки. И ты приехал. Это путь, который мы говорим. Единственно верный путь. Эти ребята должны, которые едут на велосипедах, в первую очередь найти, кого они обидели. А во-вторых, он должен привести их к сельскому хозяйству. Чтобы кормили себя. Не понимают второе, значит, учиться шить. Третье строить. Строительство. Он их ничему не учит, дети. Он целыми днями крутит, отдыхает, смеются, хохочет. Он верующий. Но это мне Бог дал. Какой Бог? Бог с маленькой буквы? Я посмотрел это до конца и ужаснулся. И люди верующие. Ой-ой-ой, он набрал сколько. Куда он их набрал? Он их ничему не научил. И главное, смирению нет. А спорт рождает гордыню. Вчера Путин выступает и говорит. В спорте у нас нет врагов, а есть только противники. А слово противник по грешу назначает сатана. Сатана это противник. Перевод слова. То есть у нас нет врагов, а у нас есть только сатана. Дословно. Это говорит президент. Да как же в спорте не может, когда там что угодно делают. Послушай, как поет. Когда натягивает проволоку, конские скачки, высоцкий поет. И проволокой срезают. Я лечу уже до горизонта, на мотоцикле. А проволоку в это время натягивают двум столбам, и голова как битва срезана. И он поет об этом. Это спорт. В Китае раньше было так, когда борются борцы. А император наблюдает. И один лицо только исказил, сразу он платочком махнул. Бороться больше нельзя, потому что у этого зло появилось. Все. Вот это наблюдение было. А сейчас разные допинги принимают, что один раз, а дальше хоть сдохни. Никогда на это не иди. Уходим, надо подготовить место для занятий. Остальные не пришли сегодня из деревни, потому что никто не предупрежден был вчера. Все приготовили для себя, поэтому... Господи, мой Господи, слава Тебе. Велика милость Твоя и щедро Твои нескончаемые. Да будут благословены все живущие и приезжающие сюда, отъезжающие. Сохрани нас от всякого рода зла, греха и превозношения. Тебе слава, хвала, счастье, похладение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христосу. Спаси Христосу. С миром, понимаем. Ну что, снимаешь стебреты? С миром, понимаем. Вот, смотрите. Сонно с чем? Победорки возьмите, стеброчки. Откуда это? Это. Откуда это? Уже кто-то принес, не знаю, что где. Куда принес? Здесь или там? Мы и с Вами привозили, кто-то нам принесил, у Ял. В городе? Не знаю, даже все перемешалось. А почему нам принесли? Ну, так вы здесь, у нас-то всего хватает. Да у нас там ведро целое, всего. Мы потом еще им принесем. Значит, смотри, я люблю на маленьком пространстве затарить как можно больше. Пожалуйста. Вот здесь Виктор спит, здесь кто приезжает иногда, Володя, но вместо там. Мое здесь, для товаров еще здесь. Комната, классная какая. Кажется, как будто ничего и нет. Да. А на самом деле здесь очень удобно. Печка, стол. Посмотри, компьютеры. Стоит второй компьютер. Видите, какой он большой, какой монитор. Фильмы смотри, ты его не видишь? Нет, я вижу закрытые. Вот, это дети приходят показать фильмы. Это Виктор купил. Это Виктор. Вот сидит, он занимается здесь. Смотри, шкаф. Это все, в этом, это ни копейки не стоят. То есть, ну, это стоит там что-то взять. Ну, какие это? Гвоздь загнул, вот, шляпочки сюда готовы делать. Там лежат сухари, кошки, шкаф, плитка. Да. Что надо? Все под головой. На это я закрыл сверху, потому что кошки залазят. И закрываем, чтобы она на... Ну, это, под этим уже одеяло там просто. Все. Вот, и что я хотел показать. Печка, тепло, больше ничего не надо. Печка такая хорошая. Место ночевать. Это моя печка, я делал. А там у нас тоже моя. Ну, я смотрю, что вот по этому. Вот, точно такая же. Вот там дом пониже, поэтому там только два этажа. Если хотите, вот сама посмотри, какая ширина. Два человека свободно можно ложить. Два. А когда маленькие ребятишки весной приезжают холодно в лагерь, их наложить здесь штабелями. Сколько? Знаете, есть такая поговорка, боль на выдумку и хитра. Боль – это беднота. И поэтому, ну, ты только глянешь. Вот, подожди, я сейчас покажу. Вот мне, когда нужно книги. Это мне и книги, когда мы в другие едем, дарим. Ты не смотри, что вот я одет и такое. Да, нам и тоже. Нет, это обманчивый вид. У меня под каждой зарплатой миллион зашитый. Я еду, дарю, представьте, от Тихого океана до Атлантики дошли, до Лиссабона, от порта находки. И везде дарим книги. И ни худо, ни бедно. У него бриллианты, все там. Все там бриллианты. Он очень богатый. Да, 20 тысяч каждую библиотеку. Ну, и умножь теперь на почти 500 проехали мест. Ну, и умножай. Пять, два, десять. Это тоже на 10 миллионов. Я знаю, что они сметные сокровищи. Это мы, поэтому я и говорю, чтобы вы поправку маленько делали. Это обман. Я люблю на себя не тратить. Мне просто принцип такой. А ты бы оделся лучше, оно на мне как коровье седло. А когда вот так вот я... Это моя одежда. Я в городе иду, босиком, в этом, в краевую администрацию, по асфальту, вот такого вот, в этом одеянии меня везде принимают. Ну, еще бы не принять. Такого известного человека. Ну, и вот сейчас сидим и посмотрим где. То, что сегодня снимали, мы по вторнику отсылаем, и уже конвертируют, там уже сделают. Кристина спрашивает, где ролик, чтобы я над многим... Надо найти, потому что они ждут, и я ставлю. Мы отсюда ставить не можем. Здесь интернет не тянет. Поэтому мы сейчас отрабатываем. Вот она, флешка лежит, Витя дал, 16 гигабайт. Мы на нее загоняем, отправляем Ольге. Ты не знаешь ее? Ворова фамилия. Она работает, сама организовала библиотеку, прямо на старом базаре. И она конвертирует, там это переводит другой тип, и отправляет в Воронеж. Парализованный Сергей. Тот работает уже по интернету, еще кто-то помогает и выставляет в интернет. И что они там... Вот мы сейчас берем поселенца, а поселение. Как мы здесь работали, как деревья корчевали, у нас все заснято. Сегодня заканчивается, я говорю, как приедет. Вот вы приехали, все. Теперь мы папку делаем, отсылаем, они пускай там смотрят. Вот я ничего вам не могу дать полу, что есть. Друзья, в миске вам поклон. За годах, давай. Поклон. Ну, спаси, Христос. Вы дружно. Приживетесь, вы не приживетесь, это не имеет значения. Мы сделали, что могли. Нет, нам не имеет. Ты первый раз пришла, видела, тебе не пройти, там, вы не знаете, где больница, что. Это мы шесть человек, просто не работали, а пахали. Больше недели. И сами ребята были. Ты когда-то будешь помнить, мне ничего не надо. Батюшка сказал, вот этот человек, Володя, он ничего не имеет. И нигде ничего не берет. Он не пенси, ничего у него нет, молот еще. Если когда-то где-то что будет, продвинут. Ну, вот посмотрели, задерживать не будут. Да, мы пойдем к батюшку. Так, вам хотелось что-то посмотреть, может? Нет, мы пойдем к батюшку. Пойдем, я покажу еще больше. Веренька, я босиком выхожу. Да, я с ним знаю, я босиком пойду. Я с такой босиком, а тут, знаешь. Посмотрите, у нас флагерная здесь. Володенька, приходите к нам. Выходи. Здесь два холодильника. Вот этот маленький прихожка, вот здесь вот. Ой, заблудиться я. Вот это прихожка у него. Мы одновременно принимаем 60 человек. 60. 60 одновременно за столами. Вот смотри, какой стол длинный. Точно такой же стол ставится вот здесь. И везде скамейки. Скамейки, сейчас покажу где. И третий вон на повороте. Вот на нем лежат. Здесь играются свадьбы, пресс-конференции. Посмотри, 10 человек, и там 10, 23, 60 человек. А это все у нас литература, Евангелие. А раздать? Посмотри только, посмотри, Катя, что там у нас есть. Это книги, мои книги. Это очень дорого. Это везде книги. Это все очень и очень дорого. Сегодня невозможно издать. Но все это назначено для библиотек бесплатно. Вот это вот Евангелие. Это мы тоже где-то закупили короткие. Евангелие. Речь идет о десятках тысяч, которые мы раздали бесплатно по всем селам. Мы идем по селам, в каждый дом заходим. Дарим Евангелие, что приходит Новая Завета. Собираем в дом культуры или на стадион, выступаем. До свидания. Оставляем, где говорится, сейчас покажу, какие оставляем визитки. Посмотрите, вот здесь визитки есть. Вот они, такие. Считай. Приглашение. Ну-ка. Приглашение в вашей местной библиотеке. Вы можете взять 38 книг православного проповедника Игнатия Челапкина. Это толкование Нового Завета с комментариями. О сегодняшнем положении в православной церкви. Ответы на различные вопросы и проповеди по слову Божьему на богослужениях. Телефон и кистия один на рот.ру. И наши сады. Вот, пожалуйста, возьми на память. Давайте, возьми. Если нужда будет какая-то другая, вот какие визитки. Смотри, какая богатейшая. Это не просто... Это огромный день, где плавают. Это уже Виктор Андреевич заказал. Виктор Андреевич. Это наши визитки, куда бы ни поехали, еще дам, чтобы вам можно было раздавать. Да, у нас есть такие. Есть такие, много для таких? Ну, где-то вот такая пачечка. А, ну ладно. Да, я их раздаю. Идемте дальше. Здесь то, что нам... Вот она. Кому-то может задеть. Держите на память. Давайте, пошли. О! С двух сторон. Представь, какие богатые. Это люди находятся, которые... Ну, такую, чтобы одну издать. А речь-то идет о тысячах. Да, да. Это дорого стоит. И у меня случилось тут несчастье с собаками. У тебя большие, маленькие поврели. Ну, а чего маленькие? Видели? Ну, ничего не зря. Все сейчас уже зажило. Это мы ее обгородили перюками. Это пшеница для голубей. Я голубей везде держу. Так, не бойся. Я сейчас позвоню. Не бойся. На корабле. Ну-ка, дергай. Давай, дергай. Дергай все, дергай. Ну-ка. Дергай. Ну-ка, давай. Ну-ка, еще, Арсений. Э, нет. Пока зломаря не получится. Напугался я. Ну, давай. Напугался я. 1774 года. Это корабльский, но как на корабле? Да, это преступники, которых я задерживал, когда помогал в милиции. Ну, и я их спас от тюрьмы. А они потом где-то опрокинулись, машину везла, и они мне принесли. Мама, мама, мама. Отблагодарили. Сейчас, пойдем, пойдем. Ребята, что так? Игнатия Васильевна, и справа. Сила. Вот это вот наша усадьба. Вот, так, все это снижает. Вот, вот, Игорь, барабаш взял. Там, где она держалась сильно, вторая. И вот третья. Вот это сооружение называется балерина. Вон, вверх, трехэтажно. Там разное все хранится. Балерина означает башня, лесная резиденция Игнатия начальника. Ой, здорово. Интересно? Очень даже. Вот она собачка. Вот где там пепку. Сарик. Вот он сидит. Да, посмотри, какая. Арсений, посмотри. Вот ножка-то, которая левая поднялась. Это он уже, все. Он наступает даже. Он не укусает? Ой, Шарик, умный такой песик. Тимой сладкий. Ой, хорош. А вот тут моя голубятня. Погладите его. Там вторая голубятня. Вон там. Сарик, Тимой-то лосенький. Там вторая голубятня. Вот это вот. Да. А это первая. Вот это. А вот голубки сидели на улице. Да, 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 да. А то сено тут собрали. Кому-то отдадим. Какой-то молока дадим. Какой-то колодец. Да, под скиньте маленький. Это нас тоже колодец выкопанный. Выкопали. Брат Павел. У вас холодильники-то рабочие? Один. Здесь рыба-другой закрытый. А что? Ну, что рыбу так можно? У нас мотают. Вам что-то поставить надо? Нет. У Надежды Васильевны там какие-то ставят еще холодильники. Да, где-то будет холодильник. Ну, вот такое дело. Вот тут наша газелька стоит. Ага, вот здесь. Ты ее видела? Ну, на фотографии. На фотографии. На съемки. А ну-ка, пойдемте посмотрим. Уже, маму. Да сейчас мы пойдем. Сейчас. Стали за благовестки. Она прошла 17 тысяч километров за 7 месяцев. Она почти тонну берет, 750 килограмм с лишним. И на 7 килограмм еще от огрузопассажиров. Она прошла от Тихого до Атлантического океана. А можно туда пройти? Вот она. Да, смотри. Ой, огромная. Видите, тут мотоцикл ставят. В прошлом году мы это все сделали. Гараж. И из чего делать? Ты видишь, какие столбы. Это местное. Местное можно брать. Материал такой заготавливать. Это береза. Тут нужна сила. Это береза. Это крепкая. Видишь, как фундамент забили. Вот это береза. Береза. Она земли боится. Береза это? Да, в землю нельзя ее вкапывать. А, то есть забетонировали? Почему забетонировали? На бетоне. Мама. Вот так. Она на бетоне. Она в бетоне. Она в сиденье своей материи обшили. Она у нас стоит только на благовестии. Никуда так. Вот, сборнуюсь. Своими руками. Так смотреть, вот это место называется скворечник. Это вот скворечник. Он похож на скворечник. И снаружи смотреть, там два человека войдет. А когда зайдешь, там приезжают братья ночую. и целое общежитие. Да, место вот так. Вот так. Я просто хотел, чтобы вы это увидели и научились жить в бедности, красиво, без ропота. Ну, конечно, надо работать. Вот это все сделано сами. Да, без ропота. Доски выписали, где-то привезли. А то без денег вообще-то совсем нельзя никак. Ну да, никак нельзя. Там у нас баня, точно как у вас такая же. Дальше. Можно посмотреть, пойдем. А вот эта фуражка-то. Моя? Ага. В чьей раме вся фуражка? Она сушилась. Вот так и есть. Смотрите, ласточка вывела гнездо. Вот она где. Ласточка. Это вы вылетели уже ластощата. Это баня. Вот она. Заглянуй. Похоже. Сами все делились. Да, точно похоже, да. Это все своими руками на пустом месте. Здесь одна крапива была. Труженики вообще, труженики. Пять коров она держала. Пять, представь, одна. И сено заготавливает, и сараев построит. Ну там зять помогал. Он уже обратно побежал в влаги. Мы его не могли оттуда вытащить, в лагере. Вот так. Он уже обратно. А вот когда там в лагере ребятишки, там такие процессы. Вот и в воскресенье сейчас, вот сейчас две лодки. Ребятишки сидят, катают по речке. Раньше было обязательно на лошади. Он бы на лошади верхом присадил за ребенка. Это память какая. Ну вот. Ну, видели, купаться. Купаться там детские лягушатники. Как научатся, да, дается вывод в море. Значок особый давался. Один пошел вечером и упал, рыбачил-то. И стал кричать. И за то, что он кричал, а не поплыл-то. Вечером была дисквалификация. Значок отобрали. Вот так вот. До следующего раза. Он не кричал. Вроде поторопились сдать. Он еще один день. Вот. Вот это у нас дальше тестомес. Вот за кустами видать. Вот отсюда даже мы увидим еще одно сооружение. Вот. Вот посмотри, стоит. На железных ногах. Вот сбоку. Это лабус. Это мука, крупа. Все. Я сегодня могу свободно. Ну, кто человек принес? Вот это вот клады. У меня там и шинели. Ну, то, что я в летном училище его занятия в Барновске. И поэтому мне команду они выделили. Ну, постирали, привезли. Я могу одеть людей здесь. Ну, и летом, конечно. Если бы сейчас появились беженцы и начали строиться, но пока жить им негде. Я могу принять людей, расположить там внутри. Везде в столовой, ночевать, в лагере. Ну, 100 человек я могу принять. Вот и в бедной. Да. В бедной. У меня на этой матрасы, и одеяло, и подушек 130, кажется. Я не знаю, сколько. То есть всего полно. Всякой обуви разной. Ну, знаешь, волка-ноги кормят. Ну, мы думали-то не о себе. Для себя много ли надо? А вот так же, вы приехали, вот у вас кое-какой инструмент, вы заготавливаете. Пока оставили мы по одному лопату, грабли. Да, мы потом вернемся. А потом, чтобы у вас было чем. Если нужен будет какой-то совет, запомни только одно. Я очень чего не люблю, ты это изучи. Я не люблю, когда мою работу переделывают. А что там переделать? Вот этот дровяник, все останется. Все, вы его лучше сделать можете. Не надо. Вы спросите, это не моя работа. Это красота такая. Если я делал печку, и вы печку переделываете, меня больше не заберете. Нет, ничего не будем переделывать. Я делаю для людей бесплатно. Да, ничего не будем. Ну, ты имей в виду. А граду, вот как мы могли, загородили. Искали самые маленькие, прибивали столбы, от которых замотаны. Это ветлина. Она может дать ростки, тогда эти столбы вообще будут стоять, не гнить. Там пять с шапками, видели какие? Если вы думаете менять что-то, уведомите меня сначала. Моя работы больше там не будет. Вы потеряете, хоть, говорится, плохонького работника. Нет, мы не хотим терять. Я могу дать совет, могу помочь, но в пустоту не работаю. Там очень крово, вот этот дровник. Это своими руками. Все там будет житья, как будете делать. Теперь за печку никакой дров не ложите. Это горючее. Надежда Васильевна наложила, заставила выместить и там в прихожей положить. Ну, а зачем в дом-то ложить? Ну, она уже для вас там. У бани везде пожарная безопасность. Вы где венские правила изучите. Хорошо правила. Мы что так спросим? Они в лагере висят посередке. Где 40 правил. Где зажигать огонь, где горючие смазочные материалы, там чужих не звать. Допустим, мы решили позвать. У вас родственники есть. Мама, потягу. Ваш курит. Вы только с разрешения. Разрешение деревенские должны дать. Батюшка там где-то стоит. Если он курит, ну не может бросить. В деревню, чтобы он не курил. Его никто нигде не видел. У нас были, приезжал мой брат, он говорил, дяволище. Чуть-чуть. И он где-то там прятался, его никто не видел. Ну, сейчас живого нет. У нас правила, они помогают нам вот этот уют сохранить. Нет, у нас никто не прятится, у нас приехали на исправление. Не надо нам прятаться. Зачем? Поэтому мы не говорим как. Бывали журналисты, корреспонденты, фотографы приезжают и выйдем где-то в другом месте. За территорией деревни. Наши правила эти, ну, просто на основании этом деревня строится. А они правильные. Вы немного увидите, вам до того это понравится, если вы не знаете. Так мне нравится. Чего же не нравится? Это сохраняет вас от мира, от разложения. Вот это вот стирка, вот это все веревки вчера были... сетки от лошадей, тут лошади ходили, пускали мы, они загорожены. И чтобы она мордой не сунулась, ей не видно было. Вот решетка. Слышка тут обдуманная. А когда человек зайдет, а что-то сеткой обтянутой, она до зимы не достает. Больше не надо, пусть она растет. А которая летняя, там две такие, это бузина. Ой, это такое... Это не трогать, она красивая, она немного красных фотосов. А покажите бузину мне, где она там? Возле летнего домика. У летней кухни, прямо в окошко она склонилась, во второе окно. Я же хотела развести бузину. Я оставил, остальное мы вырубили. Оставили такое, чтобы ягоды были. Что хотела, то там... О, взлетели. Смотри, какая красота. Смотри, какие голубости. Белые, белые. Как душа нашего отца. Вот так. Мама, можем мы здесь? Мы хотели, говорится, чтобы было по-божески. А что он там один остался? Постой. Что-то не ладость. А что он здесь молоденький, наверное? А ты что, гадь, сидишь? Ну, пойдем, подойдем. Все время никуда. Я подумал, что заболел. Он просто не хочет туда лететь. Они что-то собирают. Нормально идет. Прогуляться пошел. Да, вон, смотри, как налепились. Там, где белые, то, значит, туда залетают. Там коршу. Вот это вот Нина, Надина сестра. Она прям почти напротив вас. Так что, узнавайте, где кто. Вам по сердцу придет какой-то. Да, вообще. Все, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok